Три пишем, один в уме. В округе временно закрылись два пункта вакцинации от коронавируса. Метищенцы могут воспользоваться одним-единственным, без предварительной записи. Пункт вакцинации в торговом центре Фордейли продолжает свою работу в обычном режиме. Нагрузка в связи с закрытием пунктов в торговых центрах Красный Кит и Перловский ощутимо возросла, говорят врачи. Еще задолго до открытия выстраивается длинная очередь из нескольких десятков пациентов. Главная задача – успеть обслужить каждого человека. Люди, к сожалению, у нас прибавились, и им немножко приходится больше, дольше ждать. Мы стараемся и очень четко работаем, и у нас проходит больше 150 человек за сутки. Скорость распространения и доминирования штамма «Омикрон» приведет к пику пятой волны к середине февраля. Уйдет он также активно, как и распространяется, поскольку переносится человеком гораздо легче, нежели другие штаммы, включая дельту. В случае, если больше людей сделают прививку, вирус можно будет быстро победить, утверждают вирусологи. Нарастает поток людей, которые хотят ревакцинироваться. Где-то примерно процентов 40 идет на ревакцинацию и 60 процентов на первичные и повторные. Всего в городском округе Мытища вакцинировано более 165 тысяч человек. Из них людей старше 60 – около 40 тысяч человек. Александр Петров – один из них. Сегодня он пришел на ревакцинацию. Пандемия наступает, количество заболевших увеличивается. Я нахожусь в зоне риска, мне 65 плюс. Поэтому надо задуматься о своем здоровье, о здоровье близких. У меня внуки, дети здесь живут. Поликлиники продолжают работать в усиленном режиме. Для удобства пациентов появилась функция закрытия больничных листов дистанционно, без визита к врачу. Теперь медики связываются с пациентом по телефону для уточнения состояния их здоровья за один день до даты его закрытия. Также можно самостоятельно связаться с колл-центром МГКБ и выписаться. Сейчас в Подмосковье работает горячая линия. По единому номеру 122 жители могут задать все вопросы. А уже с 4 февраля по этому же номеру можно будет закрыть электронной больничной. Медики просят с пониманием отнестись к тому, что не всегда получается оперативно реагировать. И напоминают, что сейчас от каждого из нас зависит рост заболеваемости. Маски, соблюдение дистанции и профилактику никто не отменял. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Матичинский.